Старец рассказывал, я видел дьявола, который делился со мной разными откровениями. Он называл поименно разных людей и говорил, и этот мой, и этот мой. Многое из того, что он сказал, было ложью. Однако случается, что он говорит о правду. В лоре Матроны черти не воюют, черти вселяются. Страшная сила вступила в действие, жила эта сила в болотах и лесах. И пока люди ходили в храмы и носили кресты, бесы пролетали мимо. Россия без православия может существовать? Или все-таки это неотделимое великого государства? Это великое достояние, выстраданное многими поколениями за тысячу лет и укоренившее в нас особые частички нашего генофонда. Православие это было и останется стержнем России. Что польза человеку, если на земле он просияет на белоснежном мраморе? Он покроет его? Ничто человек. Ничто его сила. Ничто его фантазия. Ничто его существование. Ничто красота, могущество. Ничто прелесть. Все сон. И тень. Все суета. Архимандрит Адриан. 1971 год. Снятый к 80-летию обороны Москвы на вот этой вот книге, которая повествует о Матроне. Что за Матрона? Человек при жизни ставший легендой. Народный артист Советского Союза, Украины, России, даже Чечена и Ингушетии. Потомственный ясновидящий, исцелитель, полный магистр магии, профессор защиты от темных сил. Много же других чудес, всего не перечислишь. Но одно из самых почитаемых православных святых. Тысячи людей. Она исцеляет от болезни, от напасти, дает надежду и веру на чудо. Существует же вот такой рассказ подробный о жизни святой, праведной, блаженной Матроны Московской. Давайте вместе этот рассказ почитаем. Издан он был Коломенским монастырем в 90-х. Если вы читали «Ночной дозор», это примерно то же самое. В общем, после революции 17-го года наступило смутное время уничтожения православного уклада. А без пастырей и храмов русский народ похож на стадо. Я спустился в монастырь, чтобы быть на божественной литургии. Причастившись, я особым образом почувствовал вкус божественного причащения. Это были тело и кровь Христова. Получив силы от этого знамения и глядя из монастыря на Аскетирий, старец сказал дьяволу, если хочешь, приходи, вот теперь повоюем. Он рассказывал нам вещи, которые производили на нас очень большое впечатление. О его войне с дьяволом. Старец решил подняться в Аскетирии и прожить там две недели, не спускаясь в монастырь. Он сообщил об этом отцам и попросил, чтобы его не беспокоили. Что я пережил там наверху, от дьявола за эти 15 дней нельзя выразить. Это невозможно себе представить. Я чувствовал себя так, словно был пригвожден к кресту. Этот случай произошел на Синае и записано точно со слов отца Паисия. Появился дьявол и говорит мне, ты упадешь вниз и ничего с тобой не случится. Я молчу, там черная тень продолжала. Прыгни вниз. Прыгни вниз, говорила мне. Я сделал вид, что ничего не слышу. В конце концов крикнул, смотри, я кину в тебя камень. И кинул камень вниз. А ты самого Христа превзошел, мне говорит. Вот видишь, даже лучше, чем Христос рассудил. Христос был Богом, а не как я, шутом бестолковым, что зазевался сейчас на тебя. И тут же он исчез. Вот ведь какой он, дьявол. Ведь продолжает, не унимается. И впредь еду крестите. Это поможет защититься от несанкционированного проникновения бесов в начинку вашего бургера. Между мясной котлетой, гриль... Специальный соус, сыр, огурцы, салат и лук. Все на булочке с кунжутом. Необходимо будет добавить в Конституцию. Если вы, не дай бог, хрючевы не перекрестили, то, если вы верующий человек, с вами, скорее всего, ничего не случится. Письме Синаи от 1 марта 1964 года старец Паисий пишет. Бес часто тревожит меня, несмотря на то, что я довел свою плоть до изнеможения. Эта брань продолжалась почти неделю, как раз в то время, когда я готовился причаститься на божественной литургии, которая должна была совершаться на святой вершине. Благодарю Матери Божью за то, что она не гнушается мною, но всегда мне помогает. Иногда же к всеобщей истерии может привести одна книжка, которая выходит в момент, когда хороших детских садов на всех не хватало, и детей оставляли с кем могли. Как оказалось зря, ведь существует культ сатанистов, что насилует детей и блокирует им память. Хочу, чтобы вы знали, сатана использует медиа, например, рок-музыку, настольные игры, чтобы вовлекать детей в сатанизм. Это его музыка. Это она звучит в аду. Металлика не дает концерты в России, зато звучит в аду. Думайте. Поднимается всеобщая истерия, которую разгоняют СМИ и религиозные организации. Формируется целый пласт медиа-бизнеса со своими передачами, экспертами и документалками, из которых можно выяснить, что, например, настолько Dungeons & Dragons оказалось... ...самым эффективным средством для завлечения в сатанизм за всю историю человечества. Игра обучает людей демонологии, колдовству, воду, убийствам и изнасилованием. Я получу красный тепло! Почему в пустыне особо ожесточенная война с дьяволом? Вообще, здесь важны две мысли. Дьявол был проклят в пустыне, и он должен бежать в пустыню, где есть отшельники, пустынники, чтобы искушать их, потому что он знает, что они молятся за других и по причине своего духовного состояния могут делать важные вещи, чудеса, спасать человеческие души, спасать и общество. Основываясь на своем опыте, старец говорил, дьявол действительно преображается в человека, в животное и тому подобное. Он действительно осязаем. Это некая иная сущность, которой мы не знаем. Ты видишь его, осязаешь его, связываешь его молитвой, и он тут же исчезает, прямо на твоих глазах. Материализацией это назвать нельзя. Это некое промежуточное состояние. Ну зачем сравнивать маргинальное явление с высоким талантом, способностью, гением и так далее, и так далее. Не спешите. Не надо сравнивать, допустим, Боргенштерна с Ольгой Бозовой, которая о себе говорит вот это. Мне 35 лет, и я дура. Не надо ставить их на одну доску. Я уверен, что я дьявол. Мне кажется, что я послан сюда, в наш человеческий мир, чтобы дебилизировать общество и прекратить его популяцию. А это не важно сейчас. Вот шутка это или сказано всерьез. Абсолютно не важно. Что ты хочешь? Все хочу. Все и сразу. А покаяние, молитву хочешь? Не хочу. Вот тебе и все. 6, 6, 6. То есть, когда ты хочешь все, а Бога не хочешь, то ты уже запечатанный. У тебя уже на лбу три шестерки. Были у меня заводные часы. Потом они сломались и требовалось их все время покачивать. Упрекнул меня дьявол. Что ты здесь делаешь, заблудший? Вот так отчетливо. Если бы жил ты в миру, то были бы у тебя сейчас дети, и ты бы их качал, заботился о них. Я взял часы. Был как раз напротив обрыв. Кидаю их туда. Когда я был еще в школе, камни я бросал лучше всех других детей. Взял я часы и кидаю их. Видели бы вы, что произошло. Берет их дьявол и несет, чтобы не разбились, как раз до самого обрыва. А затем они просто соскальзывают до самого низа. Спускаюсь вниз, слушаю. Шевелитесь? Затем беру кусок гранита и бросаю на них. Вот ведь, что делает дьявол. До самого обрыва долетели, сползли вниз и ничего с ними не случилось. Мы спросили отца Паисия. Дедушка, а вы его видели? Да. Знаешь, какой он красивый. Не видано такое увидеть. Насколько велика любовь Господа, не позволяющая увидеть дьявола. Умерло бы все человечество со страха. Только задуматься, если бы видели дьявола, как мыслят, что делает его прелестный вид. Без покаяния Россия сможет существовать? Нет. Есть слова святого праведного Яна Хронштадского. Если не будет покаяния у русского народа, конец мира близок. Дьявол не прекращает искушать человека. Но если человек не принимает вражеских внушений, тогда сердце его очищается. Его сердце превращается в купину неопальную. И чтобы потом не попало в сердце, все сгорает. Те, кто хотят помочь с шевронами, чтобы мы дальше их печатывали, передавали на передовой, мы, кстати, очень много передали. Уже, наверное, около 10 тысяч. Мы их освещаем и передаем нашим ребятам. Продолжение следует...